Итак, это одновременно и крайне впечатляющая штука, и также очень пугает меня и поразила меня самым неожиданным образом. Вы помните, как Уэлл Смит ел пасту? Помните, что именно так выглядели видео с генерированной ИИ? Помните, мы думали, что ИИ это прикольно и все такое? Очевидно, надо пройти еще долгий путь, прежде чем можно начать беспокоиться. Что ж, добро пожаловать в будущее, люди, потому что это тоже видео с генерированной ИИ. И это тоже полностью синтетическое из воздуха компьютерами. И это тоже ненастоящее видео. Просто поразительно, насколько далеко мы продвинулись буквально за один год. Это словно еще один момент, как был с чай, GPTE или далее. Но, конечно, может я сильно преувеличиваю, потому что я видеокриэйтор. Так что ИИ, который делает мою работу, кажется мне чуть более угрожающим. И меня он сильно впечатляет, потому что этот став, он очень крут. Итак, сегодня Сэм Альтман и OpenAI показали новую модель, которая называется SORA. Она может генерировать видеоклипы длиной до минуты. Только из текстового ввода. Так же, как Доли могла понимать наш текст и превращать его в фотореалистичные изображения или стилизованные, как вам удобно, как вам хотелось. То же самое SORA, но теперь, поскольку это видео, ей нужно также понимать всякие вещи, такие как отражения, текстура материалов, физику взаимодействий. И все это сплетенное в единой сложной жгут, чтобы получилось довольно нормально выглядящее видео. И, конечно же, на их сайте есть несколько примеров, которые просто нереально крутые. Далее, я собираюсь вам показать их, но прошу, держите в уме, что то, что вы сейчас посмотрите, это несколько видео сгенерированных ИИ, и вы знаете, что это они. Так что ваш мозг будет бессознательно искать то, за что ему уцепиться, чтобы распознать скорее фейк, и вы сможете найти такой став. Но не все, кто будет видеть сгенерированный ИИ-контент, будут знать, что именно на него они сейчас смотрят. Так что держите это в уме. Также, это худшая стадия развития этой технологии, хуже она уже не будет. Итак, вот первое видео. Ни у одного из этих клипов нет аудио. Промпт для этого видео. Стильная женщина идет по улице Токио, наполненная теплым неоновым светом городской рекламы. Она одета в черную кожаную куртку, длинное красное платье и черные ботинки. Это видео уже изначально впереди того, что мы видели ранее. В нем есть правильное распределение света, есть материалы, есть тона кожи, есть движения и даже отражения повсюду. Конечно же, если пристально смотреть на видео больше, чем 10 секунд, то можно увидеть много подсказок. Например, челик на фоне выглядит, словно он скользит странным образом. Фреймрейт отражения почему-то ниже, чем остальное видео. Движение камеры немного странное, и вообще немного есть ощущение чего-то не того. Не знаю, просто есть как будто что-то не то. Но опять же, здесь мы были всего год назад. Так что просто помните об этом, пожалуйста. Итак, идем далее. Здесь длинный промпт. Камера следует за белым винтажным внедорожником с черным багажником на крыше. Он гонит по проселочной дороге. Опять же, очень крутое видео. Выглядит немного как видео из игры, просто потому, насколько статична картинка с дрона якобы. Но очень крутой футаж в целом. Вот еще. Щенята лабрадора играют в снегу. Их мордочки все в снегу, и они двигаются. Очень круто. Физика их ушей, и щек, и меха, и снега, который летает повсюду. Еще и в слоумошн. Просто поразительно. Я посмотрел все видеосэмплы на сайте OpenAI, и, конечно, это вручную отобранное лучшее, что я увидел, и те, что они решили выложить, когда они просто вводили текст, и получился крутой результат. Но там просто реально впечатляющие вещи. На некоторых сэмплах есть люди, где-то их нет, есть более реалистичные, как внедорожник, некоторые более стилизованные, много слоумоушена. Я просто должен отметить, насколько невероятно быстро улучшаются эти модели. Именно это то, что шокирует больше всего. Ведь я помню, не так давно, Дали, версия 3, очень хай-энд, но там всегда можно было найти что-то, что было не так, особенно если попросить вот реалистичное изображение человека. Что-то в руках, либо в ушах. Всегда было каким-то не таким, не говоря уже про физику. Но здесь, в этом видео, вы просто присмотритесь к нему. Промп к нему был такой. Молодой мужчина, 20 лет с небольшим, сидит на облаке и читает книгу. Этот сэмпл, по мне, ощущается как на 90% финальный. Он за грани Анкенни Валя, того, что предлагает Эппл Персона, которая основана на человека. Это полностью искусственный человек. Да, его глаза немного странные, движение страниц, книги тоже, ну и, конечно, он на облаке, это-то понятно, но, тем не менее, освещение, тени, тон кожи, реализм текстуры футболки, как она двигается, текстура его волос, все это крайне впечатляет. А здесь, промпт, трейлер для фильма про приключения 30-летнего космонавта, который носит красный вязанный мотоциклетный шлем из шерсти, синее небо, соляная пустыня, снята на 35-мм пленку. И ближние планы его лица, ткань на шлеме, шум от пленки и кинематографический стиль — это одно из самых поразительных сгенерированных ИИ-видео, что я только видел, кроме, может, странной физики этого чувака, который идет в быстром темпе. Так что, Сэм Альтман, если фоловите его на X, там он выполняет запросы людей, постит больше видео по ним, так что вы можете фоловить его там. Итак, вот что я хочу сказать про видео, сгенерированные ИИ сейчас, в этот момент времени. Они могут и пройдут как настоящее видео среди людей, которые не ищут ИИ-сгенерированного контента. Да, конечно, это все очень мутно и пугает, особенно во время выборного года в США и других темах, связанных с интернетом, но это также идеальный вариант для сток-футажа. Конечно, уже есть куча всяких презентаций, реклам и пауэрпоинтов, которым нужны очень специфичные сток-видео. И эти сгенерированные видео уже достаточно хороши, чтобы на 100% удовлетворять эти запросы. Посмотрите сюда, здесь волны, скалистый мыс, снято с дрона. Если честно, если бы я увидел это на Твиттере, я бы даже не задумывался. Я такой, да, прикольно, чувак, круто, снято. Даже не думал бы про ИИ, если бы не следил за тем, как двигается вода. Это полностью юзабельное видео на 100% для рекламы какого-нибудь продукта родом из Калифорнии. И, конечно, здесь масса последствий. Для пилота дрона он больше не нужен, для всех фотографов, видеографов, чей футаж больше не требуется и не должен регистрироваться, чтобы быть использованным в такой рекламе. Вот куда мы идем. Также есть ставка, как, например, эта стена телеков. Такие кадры было бы снять очень дорого, из-за камеры и дорогого и старого реквизита. Но если, вы можете просто его сгенерировать с отражениями в помещении, со всем, что вам только может понадобиться. Зачем вообще идти другим путем? Также Сора может хорошо справляться с историческим футажем. Эта Калифорния во времена золотой лихорадки так должна быть сгенерирована ИИ. Но эти кадры могли бы быть использованы старом вестерне при использовании с правильной музыкой. Как долго пройдет, пока мы не увидим рекламу, где каждый кадр полностью сгенерирована ИИ? А что насчет YouTube-видео? А что насчет целого фильма? Я бы хотел сказать, что еще не очень скоро, потому что все-таки недостатки есть и нет звука. Есть еще много работы касательно промт-инженеринга. Но помните, спагетти были год назад. Кстати, на сайте OpenAI там есть и неудачи этой модели. И кому, как не им, знать, что может получиться и что может пойти не так. Этот инструмент сейчас в суперлимитированной доступности. Он доступен для редтимеров, по сути, тестировщиков, и также для некоторых доверенных креаторов. Все они пытаются познать, где границы и пытаются поломать эту модель. Но также было обнаружено много довольно странного стаффа. Например, здесь куча щенков-волка. Сперва все кажется нормально, но потом мы видим, что они странным образом появляются из ниоткуда, ходят, проходят сквозь друг друга. Это странно. Или вот здесь, где челик бежит на беговой дорожке. Я думаю, вы и сами видите, что здесь не так. Но и здесь, опять же, попробуйте представить, что вы вообще не в курсе, что это ИИ. Это мое самое любимое сэмпл. Просто пролистывайте Инстаграм или Твиттер. Так что сперва просто посмотрите на эти видео, словно это стокфутаж. Клип, который вы нашли в соцсетях. Бабушка празднует Дере. Просто попробуйте понять, какое Дере она празднует. Сколько ей лет? 60? 65? Может, 70? И ей, похоже, очень нравится этот торт. Вы видели? Вы заметили? Я снова поставлю вам видео снова. Но на этот раз помните, что у видео и фото сгенерированного ИИ есть проблемы с руками. И теперь становится очевидно, когда я поставлю это видео вам снова, вы видите наборы рук, а не руки. Чем больше вы смотрите, тем страннее становится это видео. Также странно, что пламя свечек направлено в разные стороны. Но, опять же, говоря это вам, я сам держу в уме, что было 12 месяцев назад. Мы критиковали вот это. Итак, что же все это значит? Есть два аспекта. То, что это все значит сейчас, и то, что это значит в будущем. Для сейчас ссора, эта штука, которую они сделали, это очень удивительно генерирующие видео и инструмент, который, конечно, будет дурачить людей, и также будет очень полезным. Есть также водный знак в нижнем углу у каждого видео, которое сгенерировано, так что если вы видите его в видео, если видео, конечно, не кропнули, то хотя бы становится понятно, что это видео ссора. Также я думаю, что им надо быть очень аккуратными со всем этим стаффом. Им надо продумать очень много всего касательно безопасности. Это должно быть куда более безопасно, чем далее. Вы не должны иметь возможность генерировать копии людей, политиков, которые там что-то делают на видео, особенно такой год, как сейчас. Вы вряд ли сможете сделать Уилла Смита, поедающего спагетти. Но также это точно значит, что генерация сток-видео точно оторвет солидный кусок от лицензирования его на репозиториях. Логически. Зачем кому-то платить за футаж замка на скалах, когда можно сгенерировать футаж бесплатно или за маленькую стоимость подписки. Да, это пугает касательно применения этих инструментов сейчас. Но в будущем... Это прям экзистенциальная темка. То есть, если такая модель тренирована на всех существующих видео, которые сняли люди, то, конечно, она не может быть креативной и инновативной в планах, когда люди такого никогда не делали ранее. Так? Я не знаю. Все линки будут в описании OpenAI. Я думаю, мы с вами увидимся в следующем году и такие. А помните эту первую версию Сора? Как плохо выглядели те щенки волка, которые появлялись из ниоткуда? Просто помните, хуже этой технологии уже не будет никогда. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем. Продолжение следует...